Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению блока вопросов, связанных с ратификацией международных договоров Российской Федерации. Вопрос номер два. О проекте федерального закона о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Доклад официального представителя президента Российской Федерации, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Юрьевича Руденко. Пожалуйста, Андрей Юрьевич. Уважаемые коллеги, мы договорились, что будут сделаны доклады и содоклады по двум вопросам. Второй вопрос я вам озвучил. Третий вопрос, по которому будет сделан единый доклад, а затем содоклады. Это третий вопрос в нашей повестке о проекте федерального закона о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Пожалуйста, Андрей Юрьевич. Спасибо большое. Сегодня очень важный и торжественный день, можно сказать, исторический день в истории России. Как вы знаете, последние восемь лет после кровавого государственного переворота в Киеве мы все были свидетелями трагических событий в Донбассе. Несмотря на обязательства по Минскому комплексу мер, Украина постоянно продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и нормандского формата и фактически вышла из этих минских договоренностей. В последние дни ситуация резко обострилась. Территории ДНР и ЛНР подверглись массированным обстрелам. Были нанесены артиллерийские удары по Донецку и Луганску. Результатом стали человеческие жертвы и разрешение инфраструктуры. Прекратилось ввода газа и электроснабжения многих населенных пунктов. Жители региона были вынуждены покинуть дома. В рамках эвакуации в Российскую Федерацию уже выехало более 80 тысяч человек. Мы оказались на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий, грозящих потерями тысяч человеческих жизней. Чтобы не допустить такого развития событий, вчера, 21 февраля 2022 года, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение положительно отреагировать на обращение Государственной Думы Российской Федерации и призывы в его адрес со стороны руководителя ДНР и ЛНР. Как вы знаете, были подписаны указы о признании Донецкой Народной Республики и о признании Луганской Народной Республики. Также главой Российского государства и главами Республик Пушилиным и Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Заключение договоров о дружбе и сотрудничестве является традиционной практикой при признании независимости отдельных государств и установлении с ними дипломатических отношений. Кстати, такой же договор был подписан с Украиной 31 мая 1997 года. Однако в 2018 году Киев в одностороннем порядке его расторг, после чего договор официально прекратил свое действие с 1 апреля 2019 года. Подобные документы по практике носят рамочный характер. Их основная цель – это определение условий для создания дальнейшей договорно-правовой базы отношений между государствами, их отдельными ведомствами и министерствами. Об этом свидетельствует сама структура и содержание подписанных Россией договоров с ДНР и ЛНР, которые, я уверен, вы уже успели просмотреть. Каждая из них содержит 31 статью. Договор определяет, что договаривающиеся стороны строят свои отношения как дружественное государство, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. Важный момент. Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставления права строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. В договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них. Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охраны. Оговорены вопросы урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и передвижения по их территории, а также принятия мер по защите граждан за рубежом и на территориях сторон. Гарантируется защита этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств на их территориях. А также установлен правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан сторон на территории друг друга. Определены ключевые принципы развития торгово-экономических отношений в том числе посредством обеспечения благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Предусмотрено принятие Российской Федерации эффективных мер для поддержания и функционированной финансовой и банковских систем республик и ДНР, и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на территории республики является российский рубль. Согласно положениям договора, стороны оказывают друг другу содействие при возникновении чрезвычайных ситуаций, развивают сотрудничество в следующих областях – культуры, искусства, образования, туризма и спорта, здравоохранения в социальных и гуманитарных сферах, в области науки и техники, в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграции. Принимаются меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, осуществляется регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов. Договор заключается сроком на 10 лет, с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в тот же день после его опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон по инициативе любой стороны. Все споры относительно толкования и применения договора решаются путем переговоров. Уважаемые депутаты, договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой выносятся сегодня на ваше рассмотрение. Добавьте время. Следующий этап, который состоится буквально через несколько, через пару часов, это ратификация в Совете Федерации. Как представляется, в случае ратификации данного международного правового инструмента данный шаг позволит обеспечить безопасность республик, их экономическое и социальное развитие, а также в полной мере защитить права и интересы, проживающие в республиках населения, включая граждан Российской Федерации. Спасибо большое. Спасибо. Прошу вас поддержать данный закон. Спасибо, Андрей Юрьевич. Слово представляет для садоклада, председатель комитета по международным делам Леониду Иударевичу Словодскому. Пожалуйста, Леонид Иударевич, подготовиться к Калашникову. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Сегодня действительно исторический день, и он напоминает такой же день 7 лет назад, когда на политической карте мира произошли изменения, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, состав Российской Федерации, и сегодня на политической карте мира отныне и навсегда появляются два новых независимых суверенных государства. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Ситуацию и наши позитивные, безусловно, эмоции от мудрого, своевременного и единственного верного решения, принятого президентом России вчера, 21 февраля, омрачает то, что, к великому сожалению, Киев начал военную экспансию на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Погибли люди, и нет более важной ценности для нас в любой ситуации, важнее, чем человеческая жизнь. Поэтому, конечно, мы осознаем, ратификация данных договоров повлечет некое напряжение на международных площадках, могут быть санкции, могут быть какие-то другие непростые для нас ситуации, но мы готовы к разрешению любых вопросов и точек напряжения, как это было и по Крымскому досье, и, как показывает опыт последних семи лет, весьма успешно, и в связи с ратификацией этих важнейших договоров. Важно то, что мы защитим мужественных людей, которые за то, чтобы оставаться частицей великого русского мира, растить детей и учить их на родном русском языке, последние годы попросту отдавали свои жизни. Более 10 тысяч людей погибли в результате провокационных вторжений со стороны Вооруженных сил Украины в ходе атак, где применялись снаряды с надписями «Детям Донбасса». И эти невероятные, чудовищные вещи происходили и продолжают происходить при не только попустительстве, но и поддержке западного истеблишмента, средств массовой информации запада. И мы видим невиданное торжество двойных стандартов, применяемых против нашей страны. Нас обвиняют во вторжении на Украину. Мы уже проходили эту ситуацию в августе 2008 года, когда в течение полутора лет, пока в Европейском Союзе не вышел доклад Хайди Тольевини, мировое сообщество считало значительной своей частью, что Россия напала на маленькую Грузию. Хотя на самом деле вероломным образом в дни Олимпийского перемирия режим Саакашвили, создававший до этого годами центробежные тенденции для Южной Осетии, напал на Цхенвал. Вероломно в дни Олимпийского перемирия погибли российские миротворцы, дети, женщины, люди старшего возраста. Здесь мы видим ту же ситуацию, но в гораздо большем масштабе. Вчера на заседании Совета Безопасности министр обороны России Сергей Кужегетович Шойгу поделился информацией, что количество летального оружия, поставленного в том числе в последние месяцы, когда эти поставки приобрели поистине невиданный масштаб, достигли цифр больше, чем количество этого смертельного оружия в ряде государств, членов Североатлантического альянса. И это невиданное напряжение, создаваемое совершенно неоправданным, вывихнутым образом, все это происходит для того, чтобы затем деформировать образ России в мире. Наших стратегических друзей, в кавычках, не устраивает, что роль России в формировании мирной, стабильной и безопасной архитектуры 21-го столетия возрастает, что сама Россия, как когда-то говорил канцлер Горчаков, сосредотачивается силами, что президент России, несмотря на все попытки деформации и демонизации России в западных СМИ, является самым авторитетным мировым лидером. И в этот раз попытки Запада провалились. Мы сумели в очередной раз защитить наших сограждан. Мы сумели защитить тех, кто готов своей жизнью, еще раз повторюсь, защитить право своих детей говорить по-русски. И, безусловно, мы сумеем справиться и на уровне официальной дипломатии. Совсем недавно мы поддержали 26 января в этом зале Сергея Викторовича Лаврова и в сфере и плоскости нашей с вами парламентской дипломатии молодые суверенные государства. Еще раз подчеркну, что, конечно, будут проблемы, будут провокации. Нас и сегодня подвергают в Евросовете санкциям за то, что мы якобы не выполняем минские договоренности. На самом деле, к великому сожалению, Киев отрекся от этих договоренностей как базиса, который мог бы решить проблемы на Украине. А мы не являемся стороной этих соглашений, мы являемся их инициатором и гарантом. Но мы не являемся их стороной, следовательно, не можем их исполнить. Дорогие коллеги, надеюсь на единогласную ратификацию. И у нас с Леонидом Ивановичем Калашниковым маленькая поправка о том, чтобы оба договора вступили в силу с момента опубликования. То есть сегодня. Спасибо огромное и прошу поддержать. Спасибо, Леонид Иванович. Слово для садоклада предоставляется председатель комитета по делам Содружества Независимых Государств Евразийской Интеграции и связи с отечественниками Леонидом Ивановичем Калашниковым. Пожалуйста, Леонид Иванович. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, мы с вами в этом зале неделю назад, 15 февраля, обсуждали все аспекты нашего обращения, которые вчера лаконично, но очень точно озвучил председатель Государственной Думы и совершенно недвусмысленно порекомендовал на Совете Безопасности мнение нашей Государственной Думы для последующего решения президенту. Конечно, нас это с вами порадовало, и я должен поблагодарить за эту недвусмысленность и совершенно четкое изложение Вячеслав Викторович вас и моих коллег, которые все-таки настояли неделю назад на таком решении. Это было непросто и для нашего комитета, и для тех политических партий, которые тогда определялись в этой дорожной карте. Мы тогда говорили, что это обращение дает шанс украинским властям еще неделю назад, 15 февраля, думаться, принять решение, деэскалировать ситуацию и приступить хотя бы к одному пункту выполнения Минских соглашений. Я разговаривал с представителем нашим, который был в Париже на переговорах советников нормандского формата, который 9 часов говорил там, ни на один вопрос не получил никакого ответа, никакого. Не буду сейчас повторяться, вы вчера слышали выступление Козака, и думаю, нет никакого смысла друг друга убеждать в том, что не мы, нарушили эти Минские соглашения, не выполняли, их просто нам повешали эту гирю таким на плечи, говорили, для нас мир, для Донецка война и для России санкции. Вот в чем заключается Минские соглашения, и поэтому даже нет смысла сейчас говорить о том, кто их, эти Минские соглашения прекращает. Я сегодня, выступая в этом зале, вспоминаю людей, которые ушли от нас, которых я считал своими старшими товарищами, они меня считали своим младшим другом, например, Говорухина, покойного, или Кобзона, который родом вообще из Донецка, который всегда проводил, мы с ним много мероприятий провели, всегда проводил эти мероприятия и мечтал о возвращении Донецка и Луганска в орбиту, либо самостоятельности, либо с Россией. Они вместе с живущим сегодня, ины, не поддерживающим эту традицию организовали фонд «Дети Донбасса». И несколько тысяч этих детей с Геннадием Андреевичем Зюгановым вместе финансировали, привлекали деньги, возили сюда детей, давали им остыть от этих военных событий. Сегодня я с вами вместе вспоминаю не только их, но и Захарченко, Сашу, своего товарища, друга, товарища нашей фракции. Мы с ним вместе как раз тогда и столетия Комсомолова проводили и тогда, когда с юбилейным концертом Кобзон выступал, обсуждали эти перспективы с ним, с его товарищами, о которых сегодня вспоминает, Гиви, Моторова. Они не дожили до этих дней, но я вспоминаю и о тех, кто дожил благодаря мудрому решению. Я вспоминаю об Аксенове, который сегодня утром выступил в Крыму, о севастопольцах, о многих-многих друзьях моих, которые живут в Крыму и живы благодаря своевременному решению России. Мы тогда с вами отправляли депутатские группы, это было еще до референдума. Вот я был там, мне поручил Геннадий Андреевич тогда возглавлять эту группу. Это были очень горячие дни, это было очень ответственное решение. Толя Локоть, Титекин, вот Ющенко здесь сидит, был со мной вместе. Мы тогда выступали и говорили людям, которые собрались на Севастопольской площади у народного мэра Чалова и требовали у нас ответа. Что вы примете, почему вы нас не слышите. Приняли быстро, своевременно, и ни один, не только руководитель, но и рядовой, гражданин, почти ни один, практически не пострадал от этой весны, а мы Россия только приобрела. Можно много рассуждать о том, чему нас приведут эти решения, но мы сделали наверняка не последний шаг, об этом президент вчера говоря в своем выступлении, некоторые его называют пространным, но я считаю совершенно точным в некоторых его аспектах говорил о возможных последующих шагах или подразумевал их. Я думаю, что сейчас фракции и их представители могут предложить и уточнить, потому что действительно и ядерный шантаж, и деноцификация государства, которое рядом с нами находится, не может быть враждебным по отношению к нам, потому что все те угрозы, о которых вчера Путин Владимир Владимирович говорил с точки зрения освоения этой территории как территории НАТО, они остаются, к сожалению. Но мы, решая сегодняшнюю задачу по соглашению, решаем самые ближайшие задачи, о которых Руденко Андрей Юрьевич рассказал, упомянул, эти радиационные процедуры предполагают необходимые вопросы, которые завтра уже предстоит решать. Вопросы прежде всего безопасности финансового, экономического, разного другого сосуществования. И к остальным вопросам, которые будут поступать нам по мере того, как они созревать будут, мы будем с вами возвращаться. Вот я вам напомню, мы только две недели тому назад очередное соглашение из Абхазии и Южной Осетии ратифицировали. Десятки таких соглашений мы ратифицировали в разных сферах, и мы будем этим заниматься в дальнейшем с вами. Вместе я хочу вас, дорогие мои коллеги, призвать сегодня обсудить внимательно, обозначить проблемы и вопросы предстоящего существования решения на Украине и ратифицировать эти соглашения, а также тот законопроект или те два законопроекта, в которые мы предложили юридико-техническую поправку. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Леонид Иванович. Уважаемые коллеги, предложено рассмотреть вопрос Советом Государственной Думы и профильными комитетами. в следующем порядке, учитывая, что у всех была позиция о поддержке данной ратификации, есть предложение выступить от политических фракций. Нет возражений? Нет. Нет возражений. И мы соответственно с вами этим ограничим процедуру, потому что до этого все вопросы звучали скрупулезно, мы тем более с вами инициировали обращение. Если нет замечаний и предлагается согласиться с предложенной процедурой, слово предоставляется руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Зюганову Геннадию Андреевичу. Подготовится фракция ЛДПР Лугауму. Уважаемые коллеги, наша фракция партии Левопатриотические силы очень активно поддерживали идею признания народных республик. Именно народных, потому что народов осталось там реально против нацистско-бандеровской власти, которая насильно оккупировала Украину, захватила Киев и продолжает издеваться над братским народом. Мы и на съезде, и на пленумах, и на встречах проводили эту линию. Я вчера с огромным интересом смотрел и слушал выступления всех членов Совета безопасности. Благодарю президента, что он дал прямой эфир, когда была ясна позиция каждого, исходя из своей зоны ответственности, все без исключения сказали да, назрело. Более того, президент в самом конце выступая сказал, этот вопрос давно назрел, если бы мы приняли это решение пять лет тому назад, ситуация была бы на порядок более благоприятная и в мирном плане, и с точки зрения поддержки наших соотечественников. Ну, а я хотел высказать ряд главных выводов, которые обязаны сделать Государственной Думой и Совет Федерации и сложив ситуацию. Первое, мы разделяли всегда и разделяем историческую Украину от нацистов бандеровской власти. И когда на передачах без конца склоняют Украину, я считаю, это абсолютно неверный подход, ибо украинский народ сам больше всего страдает от этой оккупации. На Украине было 51 миллион населения, входило в десятку самых развитых стран мира по потенциалу. Украина производила 50 миллионов тонн хлеба и получала из общесоюзного котла 50 миллионов тонн нефти. Она была исключительно эффективной республикой в рамках Великого Советского Союза. Что касается нацист-кабендеровский режим, это выкормыши американских спецслужб, это воспитанники натовской наглости, и мы должны все сделать для того, чтобы помочь украинскому народу скинуть это ярмо, которое полностью парализовало все демократические институты и не дает развиваться братской республике. Второе, НАТО нас взяло за горло. Если мы это до конца не поймем, то будет только хуже. То, что говорят их руководители, их ставленники, вообще абсолютно нетерпимо. Это полная наглость и безумие заявлять Стонберга, что НАТО будет еще ближе, если вы признаете республики. Некуда ближе. Я очень удовлетворен, что я не раз выступал с тем, что если под Харьком разместят ракетно-космические силы натовцы, то новые виды оружия до управления в Кремле будут лететь 4-5 минут. Вся президент впервые об этом сказал предельно жестко и сказал, это совершенно недопустимо. Мы не примем такую точку зрения и используем все возможности для того, чтобы такие объекты на сопредельной территории не появились. Мы обязаны это сказать громко и во все услышание. Не случайно считаю, Макрон сказал, что нас потеряло мозги. Да, оно потеряло мозги. Оно руководится американскими подразделениями глобаристами и в данном случае американцы не очень заботятся о состоянии своих союзников в Европе. Третье. США будут нас душить и далее. И мы должны прекрасно понимать суть их стратегии. На Первой мировой войне они стали великой державой. После Второй мировой войны на каждом нашим убитом они заработали по 200 долларов и сосредоточили 50% золотовалютных запасов мира и продиктовали свои условия всей мировой экономики. Им не хочется терять эту позицию, поэтому будут все делать для того, чтобы поджигать на нашей территории очередной очаг войны. А сейчас было самое время. Только мерзавцы могут собрать на одной площадке под Донбассом 130 тысяч войск на линии 50-60 километров без воздушного прикрытия. Они пригнали туда украинский народ на убой, просто законченные мерзавцы. И мы должны разъяснить украинцам, всем нашим друзьям, близким и братьям, что это преступление против наших народов и не допустить развития военного конфликта. Что касается целой стратегии американцев, они давно объявили Китай в Номер Один Компартия, но для того, чтобы обезопасить себя, будут все делать, чтобы удушить нас, ибо по ракетному встречному удару только мы в состоянии их наказать. Они это прекрасно понимают. Что касается Европы, они будут из нее выкачивать ресурсы для того, чтобы еще одного конкурента убрать с экономической сцены. И делают это беспощадно. Посмотрите, что делают с той же мощной немецкой экономикой. заставят покупать свой дорогой сжиженный газ, немецкая промышленность будет неконкурентоспособной продавать свои товары не только в Европе и в мире, и будет крайне сложно. Что касается четвертой позиции, мы делали все для мирного решения этой проблемы. Я благодарю своих товарищей, благодарю особо нашу команду Кашина, который вместе с друзьями отправил 93 конвоя. Прежде все отправляли учебники, лекарства, многое другое. 12 тысяч тонн отправляли каждый раз и сейчас готовим. Благодарю всех, кто вместе с Кобзоном создавал движение «Дети России», «Детям Донбасса». Мы приняли 10 тысяч детей и сейчас у нас в Нигерях отдыхает 150 ребятишек. Чудные дети, прекрасно знают русский язык, украинскую мову, настоящие интернационалисты и мы гордимся этим. Я благодарю Тайсаева, который вместе с нашей командой регулярно выезжал и все делал для того, чтобы протянуть руку дружбы. Наши женские движения остальные, которые направили только к Новому году 150 тысяч подарков Коломейцев из одной Ростовской области почти 50 тысяч и сейчас создали повсеместно штабы и оказывают реальную помощь беженцам. Для нас это вопрос принципа и мы будем его реализовать. Но я хотел бы еще раз обратиться к президенту. Левопатриотические силы поддержали нас по Крыму, по Севастополю, по Донбассу, по Южной Осетии, по Абхазии. 132 делегации. И надо выступая помнить об этом, что сегодня главные союзники в борьбе с нацизмом и фашизмом это прежде всего коммунисты. Во всех странах мира они первые поднимали их для того, чтобы восстать против этой коричневой чумы. И сегодня накануне дня 23 февраля Великого Дня Красной Армии и Защитника Отечества надо напомнить, что Берлин штурмовали войска, в которых две трети были коммунисты и комсомольцы. Все командующие фронтов были коммунисты. И надо отделять предателей и перевертышей от тех, кто верой и правдой всегда сражался за нашу великую державу. Советую почитать статью нашего Соболева генерала. Она сегодня вышла в газете «Правда». И пятое. Мы обязаны защищать русский мир. Без русского мира обращаюсь к националам. Вы все пропадете. Русский мир собирался тысячи лет. Русский мир это русские, украинцы, белорусы. Одна вера, одни победы, один язык, одна культура. И когда запрещают человеку говорить на родном языке, это главное преступление. Не зря Донбасс поднялся. Когда мы с Харитоновым приехали отбиваться от натовцев в Феодосию в 2008 году, мы собрали 10 тысяч. Мы впервые выкинули натовцев оттуда. Прояволю и характер. Поэтому для нас народные республики, их признание и поддержка имеют исключительно принципиальное значение. Ну и фашизизация режима. И все должны сделать, остановить это на Украине. У нас есть возможность поднять мировое движение, поднять против нацизма и фашизма. И когда Европа встает, аплодируют Зеленскому пять минут. За что? Средней руке актер, которому стоять за седьмой кулисой салибарда и выходить в третьем отделении, аплодируют после того, как убили на Донбассе десятки тысяч людей. Это свидетельствует о полном разложении морали и никакого тут, никаких тут прав человека не было и быть не может. И у нас с вами потрясающий опыт. Добавьте одну минуту. Я просто напомню. Я разговаривал со всеми членами Совета Безопасности. Слава Богу, выслушали и прочитали наши мои материалы «Русский мир на двух осях». Вчера, беседуя с Медведевым, я напомнил ему, ведь когда у нас загорелся Южная Осетия, сто американцев было, три генерала, которые командовали этой операцией, напоили их пойлом, от которого теряется, уходит чувство страха и боли. Это натовская армия давно использует. Я с президентом говорил, у нас с вами два часа есть на это решение. Если сейчас «Русских тоннелях четыре километра оттуда загонят, два танка и подожгут, нам нельзя нечем будет прикрыть. А у каждого человека на Кавказе есть родственники в Абхазии и Южной Осетии, они все возьмутся за оружие, они нам подожгут, весь Кавказ рядом». Анатолий Дородный Медведев в срочном порядке принял решение и оно было абсолютно верно. Что сделали те под руководством мерзавцев американцев? Убили всех наших миротворцев и 49 школ из 50 расстреляли. То же самое у нас было и в Крыму. Правильно Калашников подчеркнул. Стоило нам задержаться на сутки. Мы Смельников принимали Константинову, когда он сказал, в мае будет референдум, я ему сказал, вас в мае никого не будут, вас в асфальт закатают. В этой военно-политической области надо принимать решение тогда, когда они дают наивысший эффект. Президент вчера принял очень важное решение. Но чтобы сплотить общество, надо убрать антисоветщину, убрать антикоммунизм, убрать русофобию. И прежде в пределах Садового кольца я некоторые радиостанции слушаю, они хуже натовцев посодержают. И надо закончить преследование наших товарищей. Продолжается оно и под Москвой, и с совхозом Ленина. Закончить страна требует сплочения и единства на фоне тех вызовов, которые есть реальны. Наша партия, наша команда к этому готова. Мы приветствуем это решение. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, Геннадий Андреевич сделал доклад, он касался экскурса и в нашу историю, и в события более далекие, чем сегодняшний день, но совершенно очевидно, те решения, которые были приняты, не могли бы состояться, если бы не политическая воля главы государства. Президент нашей страны принял решение, сделал все для того, чтобы спасти людей. Давайте мы с вами поблагодарим президента за мужество, за ответственную позицию, потому что, коллеги, мы должны понимать, что это непросто. Страна разрушилась, потому что правящая элита предала свой народ. Это было в нашей истории. к чему это привело, мы с вами видим и ощущаем до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что России сложно, непросто, но на протяжении 2000 года вы видите, насколько многое изменилось. с нашей страной стали считаться, нашу страну стали уважать, наша страна стала развиваться. Это не нравится. Поэтому санкции и все то, что творят власть Соединенных Штатов Америки и их сателлиты с одной целью остановить развитие России. Вот несмотря на то, что здесь в этом зале представители пяти политических фракций, у нас разные убеждения, у нас разные идеологии, но страна у нас одна. И именно президент нашей огромной стороны вчера принял решение признать суверенитет. Мы много заявлений можем принимать, но если только не будет такого решения, все это будет в виде заявлений сотрясания воздуха. Поэтому очень важно, когда глава государства слышит людей, находится в постоянном диалоге с лидерами фракции. Вот сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний. Поэтому он делегировал для выступления нашего коллеги Бугового. Мы сейчас его заслушаем. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это стратегическое решение не только для нашей страны, для всего мира. Вчерашним решением наш президент остановил войну, гуманитарную катастрофу, бойню. И здесь не вопрос в территориях, это вопрос жизни и здоровья миллионов граждан. И когда речь идет о санкциях, да, санкции мешают нам развиваться, но они по-любому были бы. Вот сейчас нам будут говорить, признали ДНР, вот вам санкции, да они были бы так же, если бы этого решения не состоялось, если бы его не было. Но была бы другая проблема, куда более серьезная. Поэтому сегодня действительно судьбоносное решение, которое мы с вами обсуждаем. И в этой связи еще раз хочется призвать, чтобы мы сплотились и чтобы такие решения принимались при поддержке всех политических партий и фракций. Слово предоставляется луговым Андрею Константиновичу фракции ЛДПР. Пожалуйста, Андрей Константинович, подготовиться, Миронову Сергею Михайловичу. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, прошу внимания на экран. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля? Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских спирал в Донбассе, а потом в западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Уважаемые коллеги, сразу начну с того, что ЛДПР полностью поддерживает решение о признании Луганских и Донецких народных республиков. ЛДПР призывало к новой политике более 30 лет, и сегодня, 22 февраля, конечно, стало персональным триумфом, в том числе и Владимира Вольфовича Жириновского, который предупреждал, чем все это закончится. Наконец настало время решительных и быстрых действий. Еще будучи кандидатом в президенты в 1991 году, он прямо призвал к защите интересов и прав русских, проживающих в национальных республиках, странах, ранее входящих в состав СССР. Работа с соотечественниками и защита русского мира это наша позиция. занимающая приоритетное место в нашей политической программе и полностью совпадающая с позицией главы государства. Мы всегда говорили о том, что Лейн искусственно присоединил Донбасс к Украине с целью укрепить большевистскую власть, чем допустил грубейшую геополитическую ошибку. И мы сегодня, конечно, не можем возвращаться к истории. Мы последние несколько лет наблюдаем, что киевские власти делают все, чтобы ЛНР и ДНР приняло то решение, которое было принято. На сегодняшний день Минские соглашения не просто не соблюдаются. Это стало неким провокационным инструментом в руках Запада и киевских властей. Постоянными провокациями, заявлениями и заигрыванием с Западом Украина испытывала наше терпение, раскачивала ситуацию и проверяла на прочность. Вчерашнее решение принято главой государством показало, что как никогда мы прочны и едины в своем решении. Зеленский в силу своей наивности и отсутствия опыта, политического опыта, напоминает маленького ребенка, который играет со спичками и не понимает опасность сложившейся ситуации. Я бы даже сказал больше, он скорее напоминает обезьяну с гранатой, с гранатой игрушечной, потому что другое у нее нет. Но его западные партнеры эту гранату постоянно пытаются подменить на что-то более серьезное. Я хочу обращаясь к господину Зелинскому сказать, что пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь, хата гореть будет быстро. Мы выражаем искреннюю надежду, что ратификация договоров сегодня 22 февраля это начало возвращения всей Украины в ее историческое лоно. Несмотря на то, что без привлечения это триумфальные для России дни, нашлись те, кто, конечно, будет стонать из-за принятых решений. А нам плевать на мнение стонущих, на мнение Запада и на мнение США. Потому что сейчас стоит вопрос о сохранении России. Я думаю, сегодня, 22 февраля, это день, когда устанавливается новый миропорядок. Мы строим для них газопроводы в Европе. Они нас обвиняют в раздувании цен. Разве это не унижение? Они говорят нам, что НАТО оборонительный союз подтягивает ударные вооружения к нашим границам. Для них мы всегда будем крайними и виноватыми. Такими темпами, естественно, мы никуда не уйдем. Убежден, что сегодня мы с вами становимся свидетелями важных исторических решений, скажу даже больше, очевидцами восстановления исторической справедливости, исправления грубой геополитической ошибки партии большевиков, обернувшиеся кровавыми последствиями для русского народа, свидетелями защиты элементарных прав простых граждан за жизнь и свободу. Мы все всегда, мы вчера все смотрели внимательно выступления президента. Это был подробнейший анализ, скажу даже больше, урок мировой и отечественной истории по русско-украинскому вопросу. Четкое обоснование продуманных и взвешенных решений главы государства о признании суверенитета Донецкой народной и Луганской народной республики. Глава государства дал здравую оценку прошлому и назвал наконец-то все вещи своими именами. В 17-м году большевики позорно вышли из Первой мировой войны, нарезали Россию на национальные клетки, отдав половину западных территорий. В конце 80-х коммунисты доверились США и сдали Восточную Европу и Советский Союз. В итоге 20-й век стал для нас веком стратегических ошибок. В 90-е годы мы еле сохранили страну, а все из-за политики задабривания хищников. Несложно предугадать, чем бы закончилось все в 21-м веке, и мы другую линию. Хочется вспомнить известного антисоветчика, противника России Збигнева-Бзижинского в его известной книге «Великая шахматная доска». И он прямо говорит, что России, чтобы вернуть свои имперские амбиции, надо присоединить Украину. Они узколобо продолжают думать и мыслить исключительно о наших каких-то мифических имперских амбициях. А мы всего лишь хотим обеспечить безопасность своей стране, своим семьям, своим детям. И не более того. По факту, когда мы говорим о признании ЛНР и ДНР, мы с вами прямо заявляем о стремлении защитить славянский мир от возрождения фашизма и национализма. И не в Европе, а у нас здесь, на границах, на территории наиболее пострадавшей в ходе Второй мировой войны. Сегодня мы с вами имеем дело не просто с попыткой формирования самосознания украинской нации, а фактически с новым закамуфлированным приходом фашистов к власти, чего мы допустить не должны. Я уверен, что 22 февраля сегодняшний день станет памятной датой наравне с 9 мая, когда мы победили Гитлера, и наравне с 18 марта, когда мы воссоединились с Крымом. Спасибо. Спасибо. Андрей Константинович. Фракция «Справедливая Россия» за правду. Миронов Сергей Михайлович. Пожалуйста, Сергей Михайлович подготовься к Дванкову. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые дорогие коллеги, сегодня действительно исторический день, потому что вчера, 21 февраля 2022 года, президент Российской Федерации после очень символического и запоминающегося заседания Совета Безопасности принял решение о признании Российской Федерации Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. И я с большим удовольствием поздравляю всех нас и наших братьев в Донбассе с этим знаковым событием. Это единственное правильное и взвешенное решение, потому что в тех условиях, когда за 8 лет ни один из 13 пунктов Минских соглашений Украины не был выполнен, и когда совершенно очевидно, что и нет желания никакого и выполнять их, и когда в третий раз развязывается настоящая бойня и продолжается геноцид наших братьев на Донбассе, Россия в лице нашего президента сделала то, что должна была сделать, и чего очень долго ждали наши братья на Донбассе. Я сегодня утром получил информацию от Центра защиты прав граждан, который находится в Донецке, возглавляет депутат Народного Совета Донецкого Народной Республики Алексей Жигулин. Он рассказал, какое ликование этой ночью, правда, до 23.00, потому что комендантский сейчас никто не отменял, было в Донецке. И действительно, люди праздновали, и праздновали они спасение, потому что иначе они понимали, не случайно уже десятки тысяч беженцев, женщин и детей выехали с территории этих республик, на территорию Россий и Федерации, потому что эти господа, незаконно присвоившие себе право называться правителями Украины и Киева, ни перед чем бы не остановились. Сегодня они вынуждены остановиться. Сейчас они будут придумывать и рассказывать различные сказки. И господин Зеленский уже выступил и сказал бы, сказал что-то. Знаете, иногда правильно говорят, лучше молчать, чем говорить, потому что господин Зеленский он трус, он лжец и он подлец. Трус, потому что президент, якобы президент страны, боится фашистов и неонацистов в собственной стране, больше всего на свете. Он боится, что если немножко он там, как он считает, вину даст, его тоже просто свернут, а то еще и убьют. Он просто боится и полностью потакает этим фашистским прихвостям. Он лжец, потому что когда он шел на выборы, он обещал, что вернет мир на юго-восток Украины. И он обманул. И он подлец, потому что все эти годы он проводил политику геноцида. По отношению к собственному народу почти 4 миллиона граждан на тот момент Украины подвергались настоящему геноциду. Но еще более, он в своем выступлении умудрился сказать о том, что Украина готова обладать ядерным оружием. Это что же получается господин Зеленский хочет доделать то, что Гитлер не успел за несколько месяцев. Хочет, чтобы в центре Европы зародился зародыш третьей мировой войны. Он думает вообще, о чем говорит этот комик. Поэтому я еще раз хочу сказать, что этот человек трус, лжец и подлез. И я нисколько не сомневаюсь, как у нас на Руси говорят, сколько веревочкой не виться, а концу быть. И рано или поздно его же народ, наш братский украинский народ, будет его судить за предательство всего славянского мира, за предательство православия и за потакание своим западным хозяевам, за предательство народа и всех идеалов. И я уверен, что это обязательно случится. Когда сегодня наши братья на Донбассе празднуют и очень ждут сегодняшнего решения артификации от Государственной Думы и Совета Федерации, они и мы, конечно же, вспоминаем тех, кто не дожил, тех героев Донбасса, которые положили свою жизнь за право говорить на русском родном языке, за право чтить настоящих героев Великой Отечественной войны, а не этих бандеровцев, за право жить так, как они считают нужным. И мы помним и Александра Захарченко, и Алексея Мозгового, Арсения Павлова, Михаила Толстых и тысячи других героев Донбасса, которые положили свои головы за право, чтобы народ жил так, как считает нужным. И они погибли не напрасно, и мы их помним и никогда не забудем. Уже мои коллеги говорили, что буквально на днях в этом зале мы приняли решение и обратились к президенту с предложением признать Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. Наша фракция голосовала естественно за, и сегодня мы на заседании фракции приняли решение консолидированно голосовать за артификацию этих очень важных договоров. Но мы очень рады тому, что сегодня выполняется одно из программных положений нашей партии, потому что признав специальным решением президиуму Центрального Совета нашей партии в мае 2014 года Донецкой и Луганской Народной Республики мы внесли эту программу нашей партии и сегодня мы очень рады, что один из этих пунктов наконец-то реализуется. Решение президента Российской Федерации выверенное, правильное, выстраданное, оно на самом деле разрубает Гордеев узел очень многих проблем и не только связанных с Юго-Востоком Украины и Украины в целом очень много мировых проблем, потому что я абсолютно убежден, что этим решением решается целый комплекс проблем. Первое, это, конечно, мы прекращаем страдания и гарантируем безопасность и наших граждан, и наших братьев на Донбассе. Это самое важное. Второе, мы этим решением принуждаем Запад во главе с Единственными Штатами Америки всерьез задумываться над реальными и конкретными предложениями России по всему комплексу обеспечения европейской безопасности и безопасности во всем мире. Третье, мы осужаем те самые горячие головы в Киеве, которые теперь прекрасно понимают, с чем они столкнутся, если они продолжат желание силой решить так называемый донбасский вопрос. Четвертое, мы заставляем западных политиков убедиться в том, что Россия до конца будет отстаивать свои национальные интересы и никому никогда не позволит приступать к красной черту и красные черты, о которых говорил неоднократно наш президент. Ну и, наконец, пятое, мы показываем тем самым всему миру, что Россия государство, с которым можно и нужно договариваться, Россия всегда соблюдала все международные обязательства и всегда держала свое слово, несмотря ни на что. и сегодня, когда мы принимаем такое решение, мы должны обязательно подумать о том, вот наши братья сейчас к нам, можно сказать, возвращаются домой, но мы же должны обеспечить достойную жизнь гражданам Российской Федерации. Мы неоднократно говорили, наша партия говорила, что не может быть бедным работающий человек в России, а сегодня с этой трибуны я говорю, патриот России не может быть бедным. И в этой связи, принимая историческое решение и обращаясь, Вячеслав Вячеславович, к вам и ко всей Государственной Думе, нам нужно пересмотреть повестку дня весенней сессии, нам нужно формировать законы особого периода, потому что мы должны решать проблемы наших граждан, проблемы бедности, проблемы ценообразования, чтобы не было спекуляций с нашей национальной валютой и еще раз призвать Центральный Банк к разумным действиям в пользу граждан нашей страны, а не в пользу Международного валютного фонда. И я уверен, что нам нужно это делать и когда будет уже следующая в марте сессия, наша фракция вынесет на рассмотрение Государственного Дума пакет первоочередных законопроектов, которые необходимо рассматривать и чем скорее мы это сделаем, тем это будет лучше. И то, что сегодня наши братья на Донбассе демонстрируют, а ведь это не случайно, Донбасс не впервые встает на защиту славянского мира и противостоит фашизму. Больше всего героев Советского Союза было именно из Вашелоградской и Луганской области, 315 человек. Ни один регион Советского Союза не может таким похвастаться. И сегодня мы с ними. И сегодня мы говорим нашим братьям добро пожаловать в нашу славянскую семью, в Россию. И простите, что немножко долго пришлось этого ждать. Но тем не менее, слово сказано, я уверен, что сегодняшнее решение Государственной Думы обязательно поддержит весь народ Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Фракция «Новые люди» Дванков Владислав Андреевич подготовится Васильеву. Вадим Вдалевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые дипломаты, действительно, на сегодняшний день, несмотря на все усилия наших дипломатов, переговорный процесс просто зашел в тупик. И президент принял верное решение о том, чтобы о признании Донецка и Луганских республик. Ну, и о чем мы говорим? Демократия — это когда мы обсуждаем, дискутируем до принятого решения. Но когда решение принято, нужно действовать. Действовать причем всем фракциям. И особенно важно действовать правительству. Так, наша фракция уже сейчас после этого заседания выезжает в приграничные регионы. Мы уже обратились к предпринимателям с тем, чтобы помочь. И думаю, что все фракции также это делают. И, может быть, нам стоит подумать вместе о том, чтобы создать рабочую группу по поддержке людей, которые сейчас в трудной ситуации. Потому что для людей самое важное помочь им вернуться домой. но пока они этого не сделали, важно поддержать их здесь. В образовании это нагрузка большая на все социальные службы. Но особенно важно в сегодняшнем дне решительные, быстрые действия правительства. Потому что мы точно понимаем, что санкции только усилятся, курс доллара вырастет, станет сложнее. и в этом смысле правительство должно реагировать быстро, решительно, и в этом смысле мы их должны поддержать. Особенно в той части, которая касается борьбы с бедностью и ростом доходов наших граждан. Мы считаем, что эти договоры, договоры о сотрудничестве это реально новая возможность для нашей страны, потому что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика очень мощные индустриальные регионы. И у них очень высокий потенциал. И у нас высокий потенциал для сотрудничества с ними. Спасибо. Поэтому мы считаем, что мы поддерживаем ратификацию этих договоров. Спасибо за внимание. Спасибо, Владислав Андреевич. Слово предоставляет суркольфой фракции «Единая Россия» Василию Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимировичу. Большое спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, президиум. Сегодня исторический день. Мы все ждали этого. Каждый, конечно, по-своему. Я говорю сейчас и о фракциях, и о присутствующих здесь депутатах. Сегодня можно говорить о том, что вчера президент Владимир Владимирович Путин, подписав указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, совершил историческое событие. Сегодня многие коллеги высказывались и нет необходимости разъяснять, чем оно так важно. Нам предстоит принять решение о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это, конечно же, меняет конфигурацию на политической арене и, как здесь говорили мои коллеги, заставит задуматься нашего западных партнеров о последствиях своих действий и, самое главное, военщины Украины о той ответственности и адекватном ответе, который она получит в случае, если будет продолжать обстрелы и агрессию. Решение о независимости ДНР и ЛНР далось нелегко. В 8 лет Россия последовательно призывала к выполнению Минских соглашений, пытаясь привлечь внимание мировой общественной ситуации на Донбассе, который, при этом, надо сказать, оставался в осадном положении. Мы черпали практически все возможности. При этом ситуация в рамках вот этой площадки международного права Минских соглашений никак не двигалась, законсервировалась. И при этом основной нарушитель этих соглашений Украина поддерживались кредитами с западными вооружениями, что, конечно же, приводило все больше и большему распоясыванию военщины в плане отношений к жителям Донбасса. Людей методично ограничивали в жизненных правах, уничтожали, наносили ущерб здоровью, имуществу, отключали воду, газ. И сегодня ситуация такова. И то, что мы сейчас фиксируем количество беженств на территории нашей страны около 80 тысяч человек говорит очень о многом. Это женщины, дети, люди пожилого возраста, кто не может самостоятельно обеспечивать себя. Сегодня вспоминали о Крыме. Я вот сейчас видел и выступающих моих коллег, с которыми мы были в ту крымскую весну в Симферополе, в Севастополе. И мы хорошо помним, как люди подходили к нам, а мы на площади, помню, меняли коллег из КПРФ, или они нас уж не могу точно сказать, и просили, вдумайтесь, заберите нас отсюда. Никогда не забуду глаза женщины, которая бежала за нашим микроавтобусом и просила, заберите нас отсюда. Почему люди бежали оттуда? Потому что столкнулись грабежами, насилием, игнорированием их прав элементарных, национализмом, неонационализмом, который моментально расцвел на Украине. И тогда тоже было принято непростое решение. Но посмотрите, в каком состоянии Крым и в каком состоянии Донбасс и Украина в том числе. Здесь говорили о том, что в Соединенных Штатах Америки там все четко и понятно. И я разделяю эту позицию, которая была озвучена, чем хуже у нас, чем хуже в Европе, тем лучше в Соединенных Штатах. Это очевидный вывод из всего, что происходит. Тот же пример с Северным потоком яркое тому свидетельство. Подорвать экономику Европы, подорвать экономику России, усилить экономику Соединенных Штатов. Цинично этого никто и не... И для этого нужны, конечно же, исполнители. И сегодняшнее руководство Украины как никогда подходит на эту роль. Демонстрирую это постоянно своими конкретными действиями. Здесь говорили о русском мире. Это огромная ценность, которая президент вчера, на мой взгляд, продемонстрировал не только миру, но и нам. Очень хорошие примеры. Примеры отношения к происходящему с точки зрения истории. Ответственности за то, что происходит сегодня, в перспективе. И что еще очень важно, президент показал такой стиль работы, которую я просто не припомню, где бы то ни было раньше. Когда заседание Совета безопасности проходило в открытом режиме. Это огромное уважение к народу России, к нам с вами, к политическим партиям, к тем, кто занимается политикой. Такого рода открытость, она подразумевает и то, о чем сегодня тоже говорили мы с вами. Когда мы едины, мы непобедимы. И вот те непростые вопросы, которые стоят сегодня на поведке, о которых уже говорили мои коллеги, я считаю, они будут решены. И самое главное, нет ничего хуже, как политика проволочек и ожидания, особенно составных партнеров, которые очевидно морочат голову и совершенно не хотят положительных решений. Мы это вот видели 8 лет с этими Минскими соглашениями. Помните, и мы принимали решение, и пытались как-то разумить, и мы здесь вели дебаты, одни из наших коллег занимали более радикальную позицию, требуя сделать это еще раньше, но слишком высока была цена, и нужно было использовать все возможности мирного решения вопроса. Президент, Министерство иностранных дел постоянно предлагали нашим западным партнерам пойти по пути как раз до эскалации процесса. Вместо этого мы видели другое. Наращивание поставок вооружений, угрозы санкций и давление на ДНР и ЛНР со стороны военщины Украины. Решение принято и можно сказать, что это решение мобилизовало народ России. Как не помочь людям, которые оказались в очень трудном положении. Вот здесь говорили о тысячах, десятках тысяч погибших, раненых за эти годы конфликта. Смотрите, мы защищаем ведь не только русский мир, русскую культуру, наших соседей, как говорил президент, наших близких, родственников, кстати, сослушивцев, знакомых. Мы один народ и президент вчера на этом сделал акцент. И мы, сидящие в этом зале, я лично хорошо это знаем, потому что имеем конкретные примеры в своей семье, по работе и многих других взаимодействиях, плоскостях. И вот в этих условиях мы еще должны и поддержать и защитить наших граждан. Назывались цифры, вдумайтесь в это, 4 миллиона населения, 800, где-то тысяч уже являются гражданами России, 1,2 миллиона в стадии оформления гражданства. Вот простые люди все давно поняли. Они поняли, что найти мир спокойствия, и, кстати, Крым тому хороший пример, и не только Крым, сегодня об этом говорили коллеги. Виноват не Крым, простите, да, Крым, о чем я говорю, правильно, Крым. Так вот, и вот в этой ситуации, в этой ситуации люди обратились за российским гражданством, понимая, что только в России можно спокойно растить детей, работать, жить, любить, видеть будущее. Мы, я думаю, здесь сегодня примем решение, которое очевидно, которое озвучено президентом, наша фракция в этом плане едино. И мне бы еще, наверное, хотелось бы сказать о том, о чем мы говорили и мои коллеги. Во-первых, поблагодарить. Поблагодарить за ту работу, которую вели. Да, мы порой спорили, да, кто-то кого-то обгонял, но в этом есть и особенности каждой политической партии. И сегодня об этом говорил и Сергей Михайлович, есть программные требования, и понятно, да, у одних одни, у них другие. Но мне кажется, сейчас самое главное, я уже говорил об этом с трибуны, и хочу повторить. Нам понимать, что та народная программа, которая есть, это основа. И надо ее ценить и беречь. Мы ее заявили людям, они ее поддержали. Наш долг ее выполнять с учетом обстоятельств. И я убежден, что наш диалог станет более наполненным, более ответственным, а самое главное, менее политизированным и уж точно не популистским. Мы будем решать задачи, исходя из той сегодняшней обстановки и ответственности, которая лежит на нас с вами. Она огромна. Это тоже историческая ответственность, как фракции, так и каждого депутата. Я желаю нам всем, чтобы мы выполнили достойно этот долг перед нашим народом. Он этого заслуживает. Мы сегодня собираемся в преддверии Дня защитника Отечества. Не могу не поздравить всех, кто защищал нашу страну, в том числе и от международных полч террористов на Северном Кавказе и во все времена. Низкий поклон им. Спасибо большое. Мы умеем защищать. Спасибо. Спасибо, Владимир Водолеевич. Пожалуйста, заключительное слово докладчик Андрей Юрьевич. Спасибо большое. Сегодня действительно очень торжественный день не только для тех, кто находится в зале, но и для всей нашей страны, для всего нашего народа. Я благодарен депутатам Государственной Думы не только за отношение к просьбе президента. Я уверен, что из состоявшейся дискуссии можно сделать только однозначный вывод, что сегодняшнее предложение, просьба, обращение президента будет поддержано. Но это сама та дискуссия, которая сегодня прошла в этом зале, показывает, что по этому вопросу у нас в стране сложился консенсус. Может быть, это иностранное слово, но тем не менее мы одинаково относимся к тем проблемам и процессам, которые происходят. Министерство иностранных дел всегда выступает за мирные решения любых конфликтов, в том числе конфликта на юго-востоке Украины. И нам представляется, что сегодняшнее решение будет способствовать именно такому мирному сценарию. Мы надеемся на это. Еще раз спасибо за принятое решение. Благодарю вас. Спасибо, Андрей Юрьевич. Пожалуйста, заключительное слово Леониду Дарус-Луцки. Есть желание? Нет. Калашников? Нет. Уважаемые коллеги, нам необходимо определиться с процедурой. Вы уже слышали, что была предложена поправка. Ее суть заключается в том, что если мы ее примем, данная ратификация будет вступать уже в силу с момента опубликования, а это значит, возможно, уже сегодня, если данная ратификация будет одобрена Государственной Думой и Советом Федерации, и затем подписана президентом. Потому что статья 2 предполагает, что настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Потому что в противном случае в течение 10 дней. Да, Леонид Иванович? Можете прокомментировать. Поэтому, коллеги, если вы не возражаете, мы давайте таким образом поступим. Вначале примем решение о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Затем примем поправку и затем проголосуем в целом за закон. Так, Леонид Иванович? Пожалуйста, включите Калашенко микрофон. Или Слуцкому. В первом чтении и потом поправку, а затем во втором и в третьем чтении. Во втором и в третьем. Да, понятно. По процедуре он правильно сказал, но в принципе ратификация в одном чтении, но так как поступила поправка, мы принимаем вначале ратификацию по сути в первом чтении, затем вночим поправку и потом у нас уже принятие в целом. Для того, чтобы поправку принимать, необходимо принять первое чтение. Коллеги, у нас есть профильные комитеты, которые готовили этот вопрос. Если необходимо запросить консультации, мы их можем у комиссии по регламенту. Коллеги, процедура такая. Вначале мы принимаем по факту в первом, потом во втором, но и затем уже в целом. Итак, ставится на голосование вопрос под номером 2 о проекте федерального закона, о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Покажите результат. За 400, против нет, воздержавшихся нет. Уважаемые коллеги, поздравляем. Теперь нам необходимо с вами соотнестись к поправке, которая внесена, роздана в зале. Смысл ее, как уже говорил, заключается в том, чтобы данная ратификация вступила в силу как можно быстрее. И здесь, надеюсь, что все разделяют такой подход. Коллеги, ставится на голосование внесенная поправка. Просьба включить режим голосования. Идет голосование по поправке. Кто за? Покажите, пожалуйста, результат. За 400, против нет, воздержавшихся нет. Коллеги, поздравляю. Андрей Юрьевич, Министерство иностранных дел мы поправили. Желаю одного, чтобы как можно быстрее закон вступил в действие. Со всем остальным согласились. А теперь, уважаемые коллеги, процедура третьего чтения с учетом принятой поправки ставится на голосование вопрос под номером 2 о проекте федерального закона, о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Пожалуйста, включите режим голосования. Да, с учетом принятой поправки. Покажите результат. Федеральный закон принят единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас. Правильно. Можно после второго. Можно после второго. Аплодисменты. 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 Луганской Однородной Республикой. Мы этот вопрос обсудили в рамках сделанных единых докладов и стадокладов. Уважаемые коллеги из Министерства иностранных дел, уполномоченные по правам человека, подождите, присядьте. Мы еще не завершили принятие решений, а вы уже приступили к радостному событию. Коллеги, нам необходимо с вами также, исходя из принятого решения, внести поправку в данную ратификацию, рассмотреть в первом чтении по факту, затем поправку принять и потом в целом процедура фактически третьего чтения. Ставится на голосование третий вопрос о проекте федерального закона о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Покажите результат. За 399... За 399... Что, коллеги? Коллеги, за 399 мы с вами прошли процедуру первого чтения. Дальше, соответственно, выносится на голосование поправка. Статья 2-я, текст роздан у вас. Голосуем поправку. Ставится на голосование поправка. Пожалуйста, включите режим голосования по поправке. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается поправка. А вы ищете кто у вас? Понятно тогда. Нашелся? Коллеги, нам придется тогда переголосовать предыдущий законопроект. Итак, коллеги, мы с вами приняли решение по поправке. Принимается вопрос номер 3 процедуры второго чтения. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Кто за? Покажите результат. Законопроект принят процедуре второго чтения. А сейчас переходим к голосованию процедуре третьего чтения. Третий вопрос о проекте федерального закона. Ратификация договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Пожалуйста, включите режим голосования. Треть чтения. Коллеги, повнимательнее. Напряжение достигло максимума. Идет голосование. Покажите, пожалуйста, результат. За 399, против нет, воздержавшихся нет. Федеральный закон принят единогласно. Давайте поздравим, коллеги, с принятием ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Спасибо, коллеги. Коллеги, мне подсказывают, что мы с вами по второму вопросу завершили только вторым чтением. Необходимо проголосовать в целом. Поэтому ставится на голосование второй вопрос о проекте федерального закона о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Третье чтение. Коллеги, пожалуйста, включите режим голосования. Мы после поправки голосовали только второй чтением. Разобрался, Коломейцев сразу. Коллеги, да подождите вы, ну нет, ну тот, кто не успел, потом дадим возможность. Идет голосование. Покажите результат. За, нашелся. За 400. Против. Воздержавшихся нет, воздержавшихся нет. Таким образом, у нас с вами ратификация принята. И в рамках второго вопроса о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели с вами вопрос под номером 2 и 3 нашей повестки. Законы проекта направляются в Совет Федерации для рассмотрения нашими коллегами. Сенаторами. Ну а дальше уже судьбу ратификации определит президент. Всех, коллеги, поздравляем. Пожалуйста, Смолин Олег Николаевич. Включите микрофон. Уважаемый Вячеслав Викторович, при голосовании законопроекта о договоре с Луганской Народной Республикой во втором чтении я задел сенсорный экран, поэтому прошу зафиксировать, что по всем этим вопросам я голосовал за последовательно. Спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Просьба секретаря от учесть. Поэтому у нас с вами получается с учетом заявления Олега Николаевича Смольна 400 голосов поддержку получила ратификация с Луганской Народной Республикой. Правильно, Иван Иванович? Правильно. Коллеги, рассмотрели два вопроса. Хорошо, мы скрупулезно отнеслись к этому.